МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Дарья Костина время подвести информационные итоги недели. Итак, в этом выпуске. Мальчика выгнали из автобуса. Виноват ли кондуктор? В распоряжении редакции оказались эксклюзивные кадры. И еще один эксклюзив. Наша съемочная группа застала врасплох черных копателей. Зачем они вскрыли ракетные шахты сатаны? А также интернет хотят запретить для детей. Мы узнали мнение ивановцев на этот счет. Но начнем выпуск с другой резонансной темы. Прямо в центре города, на набережной, собака бойцовской породы порвала на куски баскетбольный мячик. Рядом играли дети, и каждый из них мог оказаться на месте этого мячика. Хозяин собаки, между тем, не видит ничего плохого в свободном выгуле питомца без намордника. В ситуации разбиралась Юлия Семина. Не надо его, не надо, Лен, не лезь к мячу. Не лезь к мячу, Лен. Мужчина, вы за мяч собираетесь платить? Да вы забирайте, переведите стоимость мяча, а ей заберите игрушку. Не надо, не надо. Смотрите, у нее зубы какие. Это видео в нашу редакцию прислала Светлана Диабакта. 10 ноября днем вместе с соседкой и детьми они гуляли на набережной. С собой взяли баскетбольный мяч, играли на площадке. В этот момент из-за кустов с велодорожки бежит вот эта бойцовская большая собака. Неожиданно, она просто целенаправленно бежала на мяч. Схватила, в одну секунду его прогрызла. Баскетбольный мяч. Вот, схватила и побежала дальше за хозяином. Вместо извинений хозяин промчался на велосипеде. Светлане пришлось его догонять. Важный момент. Собака была без поводка и наморника. Здесь дети. Мы на детской площадке игровой, в общественном месте. На что он это проигнорировал и сказал, что, ну на видео это есть, что собака просто захотела поиграть в мячик. Мы не знали, что, я не мог рассчитывать, что здесь дети. После этого случая не только дети, но и взрослые сильно напуганные. На кадрах видно, собака бойцовская, похожа на петбуля. Ее вместе с хозяином встречают часто. Мужчина всегда на велосипеде, а животное бежит за ним. Мы были в состоянии такого стресса. Хочется спокойно гулять по набережной, по общественным местам. Регулярно, и когда пробежки делаешь по набережной, также выбегают много собак. Не только беспризорных. Также люди выгуливают без поводков и без наморников. Действительно, по городу встречаются собаки без наморников и поводков. Вот, например, конец августа, стаи возле 14-й школы в Иванове. Они, скорее всего, бездомные. Но нередко случается, когда хозяйские собаки нападают на людей, их питомцев и личные вещи. Мы неоднократно рассказывали о подобных случаях. Долгое время ТЭЦ-3 Кухму терроризировал, как говорили жители, один и тот же хозяйский рыжий пёс. Тогда в схватке он порвал женщине пальто, на теле питомца оставил раны. Хозяин причастность к своей собаке отрицал. Между тем, есть постановление правительства области от 4 декабря 2023 года. В нём говорится о требованиях к содержанию домашних животных. Владельцы домашних животных обязаны соблюдать общественный порядок при выгуле собак, пресекать проявление агрессии со стороны собак по отношению к гражданам и животным, предотвращать причинение домашними животными вреда жизни и здоровью граждан или их имуществу, а также имуществу юридических лиц, в том числе путём коррекции поведенческих реакций собаки с помощью кинологов. Между тем, законы об ответственном обращении с животными утверждены и на федеральном уровне. В одном из них говорится, выгул потенциально опасной собаки без наморника и поводка запрещается. За исключением случаев, если собака находится на огороженной территории, которая принадлежит владельцу животного. Выгул собаки в общественных местах должен быть максимально безопасным для людей и их имущества. Светлана с соседкой будут писать заявление на хозяина в полиции. А там, кстати, после выхода нашей новости проведут проверку. Юлия Сёмина, Денис Железов, телекомпания «Барс». А теперь об ещё одном скандале, который обсуждают с понедельника. В Иванове 13-летнего мальчика выгнали из автобуса за то, что он не оплатил проезд. И этот случай не первый и не последний. Мы пообщались со всеми участниками конфликта, мамой подростка, перевозчиком, очевидцем. А ещё посмотрели видео из салона. Оказалось, не всё так однозначно. Ещё в понедельник на «Барс» написал мальчик. Сказал, хочет огласки, так как стал жертвой злого кондуктора. Причём вечером было уже темно. Мне 13 лет. Я потерял деньги на проезд, пока бежал за автобусом. Зашёл в 14-й автобус. Рассказал ситуацию и попытался оплатить картой. Оплата не прошла. Кондуктор сказал, чтобы я вышвыривался. Спустя 1-2 минуты у меня был отобран телефон. Я был вышвырнут. В результате пинка я выпал из автобуса и упал на руку. Впоследствии у меня появился ушиб. Спустя несколько минут в редакцию написала мама мальчика. Она рассказала, у неё онкология. Она одна воспитывает ребёнка, но старается, работает. Деньги у сына всегда есть. Кстати, раньше она сама работала кондуктором у этого перевозчика. Женщина сразу согласилась на съёмки. Несколько дней мы договаривались о встрече, но переносили её из-за плохого самочувствия. В пятницу она сообщила, получила негативные, даже оскорбительные комментарии. И больше ничего не хочет. Новость об этом случае появилась на нашем сайте в понедельник. Перевозчик тогда подтвердил, инцидент был. Но детали будет уточнять. А мама обратилась в прокуратуру. В комментариях был пожар. Кто-то ругал кондуктора, кто-то законы, кто-то бездушных пассажиров, которые пожалели 34 рубля. Кто-то не верил ребёнку и его маме. У нас есть видео из салона. Со всех ракурсов его видели разве что компетентные органы. Инцидент длится 6 минут. Итак, остановка. Мальчик бежит за автобусом, входит в заднюю дверь. Проходит мимо кондуктора, стоит в середине салона, затем садится на переднее сидение. Спустя минуту к нему подходит кондуктор. Полной картинки нет. Что происходит, непонятно. Другие пассажиры обращают внимание, но спокойно не вмешиваются. Через 3 минуты кондуктор забирает телефон. Толкает или двигает мальчика к выходу. У двери опять беседа, спор. Мальчик вытягивает руку, видимо, просит телефон обратно. Подросток пытается уйти, кондуктор его одёргивает. Мальчик дважды ударяет женщину в бок. Она продолжает его удерживать. Подросток повторно пытается прорваться вперёд. Женщина с силой возвращает его к двери. По-прежнему никто из пассажиров не вмешивается. Двери открываются. Кондуктор выпихивает мальчика. Тот, если присмотреться, рукой шлёпает ей по голове. И к падению. Посмотрим, как это было с наружной камеры. Пытаясь забежать в автобус ещё раз, мальчик как будто задевает мужчину, падает. С этого ракурса видно. Мужчина, по всей видимости, выставил руку умышленно. Эти видео будет изучать прокуратура. Одно но – они без звука. Внести ясность помогает Ирина. Она ехала в тот день в том автобусе. Сидела в центре салона. Сама связалась с барсом. Говорит, не знает никого из участников, но и стала жаль кондуктора, на которую обрушился шквал критики. Мальчик не подошёл к ней и не сказал, что я деньги потерял, объяснил свою ситуацию, но этого не сделал. Соответственно, она уже говорит ему далее, что я узнала тебя. То есть этот мальчик делает так не в первый раз уже на данном маршруте. Кондуктор его узнала. Сказал, говорит, ну сколько можно уже это делать. Ты либо как бы плати уже, потому что каждый раз делать одно и то же, это не очень хорошо. Ирина замечает, помощи мальчик не просил. Ни у кондуктора, ни у пассажиров. Далее кондуктор ему говорит, ну тогда выходи. Она его просто прихватывает. Далее мальчик поворачивается, уже я вижу его лицо. Он весь от злости. Трясется. И говорит ей, что я тебя убью. Отправляет в веселое путешествие, как любят. Ну, у нас дети делают некоторые. Она говорит, ты что такое говоришь? В этот момент открываются двери. Они уже стоят в проходе. Я вижу, что мальчик замахивается на эту бабушку, наносит ей удары по голове кулаком. Тут кто-то из прохожих начинает ему кричать, мальчик, ты что творишь такое? Это же бабушка. Ирина говорит, никто не вмешивался в ситуацию из-за поведения мальчика. Уверена, если бы он вел себя нормально, ему бы помогли. Уже вечером нам вновь написала мама мальчика. Замечает. Сын виноват. В ответной агрессии. Но не меньше, чем кондуктор, которая выхватила телефон и вытолкала ребенка. С перевозчиком Владимиром Шигановым мы также на связи с понедельником. Сперва он заявлял, что должен изучить видео. Но вины за высадку ребенка не отрицал. При этом считал, что у кондуктора есть гордость. Мальчик довел ее хамским отношениям. Не в первый раз. При последнем разговоре Владимир Шиганов отверг все обвинения. Обещал обосновать позицию при личной встрече, но перестал отвечать на звонки. Хотя видео из салона прислал именно он. Эмоции и мнения могут быть разные. Рассматривать ситуацию будут с точки зрения закона. И она, такая ситуация, не единичная. Бывает, дети действительно забывают деньги. Бывает, катаются с зайцем, зная, что им за это ничего не будет. Что говорит Коап? С 2021 года запрещено принудительно высаживать детей до 16 лет раньше их остановки. Если они едут без сопровождения взрослых и не смогли оплатить проезд. Штраф за это водителю 5000 рублей, для кондуктора и контролера от 20 до 30 тысяч. Если после высадки ребенок пострадал, то за это предусмотрена уголовная ответственность за оставление в опасности. Дарья Костина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». 70 метров над уровнем земли охотники за палладием не боятся ни штрафов, ни прокуратуры, ни следа сатаны. О перспективах экологической катастрофы после вскрытия ракетной шахты расскажет Алина Марычева, но только после небольшого перерыва на рекламу. Не переключайтесь. В Ивановской области снова объявились черные копатели. На этот раз они вскрыли ракетную шахту в лесополосе Гаврилова-Пасадского района. Их цель глубоко под землей. Это металл, за продажу которого они могут получить миллионы. Их не смущает, что вместе с добычей на поверхность поднимаются и ядовитые вещества, и захороненные там советские купюры, которые относятся к четвертому классу опасности. Алина Марычева и Максим Шишкин отправились к месту, где в советские времена несли дежурство ядерной ракетой подземного базирования. С высокой вероятностью среди них были и ракеты «Сатана». Гаврилово-Пасадский район. В паре километров поселок Петровский, деревня Тимирёва и Уран-де-Малая. Чтобы добраться к ним, нам приходится пересесть на УАЗ. Эту дорогу жители долгое время ремонтировали за свой счет. В этом году, наконец-то, удалось подключить администрацию. И вот за пару дней после приезда тяжелой техники ровная тропа превратилась в бездорожье. Вчера они завезли горбыль. Будут застилать вот эти топкие места, чтобы техника тяжелая зашла. И жители деревень обеспокоены тем, что скоро везде будет такая дорога. Тяжелая техника была завезена неизвестными вглубь леса, где расположена ракетная шахта. В свое время она была законсервирована и превратилась в могилу для советских купюр, содержащих в себе соединение тяжелых металлов. Существует мнение, что деньги были покрыты опасным химическим составом. Несколько банкнот уже лежат на поверхности, а не относятся к четвертому классу опасности. Работы здесь, по словам местных, начались примерно два дня назад. Работал экскаватор. Сейчас на месте его нет, но тут уже вырыт огромный котлован примерно метров 20-25 в диаметре и 4 метра глубиной. Наверху у котлована можно заметить остатки крышки ствола шахты, груды металла и бетона. Цель черных копателей спрятана глубоко под землей. Это ценный металл, за сдачу которого можно получить миллионы. Здесь буквально 6-7 лет назад были проведены за счет федеральных денег была проведена рекультивация этой точки. Здесь было все выровнено, все засыпано песком, то есть были потрачены федеральные деньги на рекультивацию. И сейчас некие дельцы, насколько я понимаю, решили вскрыть эту шахту, разрежут эту шахту. Это примерно 70 тонн металла высококачественного. Но это не самое главное. А внизу, на самом дне, лежит плита с высоким содержанием палладия. Жители обеспокоены по ряду причин. Во-первых, тяжелая техника уже частично разбила дорогу между деревнями. Селяне уверены, повторно восстанавливать ее уже никто не будет. Денег бюджетных в администрации нет, чтобы повторно нам выполнять такие работы. А у нас в основном деревне пенсионеры. Нам нужно, чтобы врачи к нам приезжали, когда нам понадобится. И самим нам за продуктами, поскольку в деревне Темирево нет ни магазинов, ничего. Потому что жителей осталось не так уж и много. И в основном, именно как раз пенсионеры, которые доживают свой век здесь. Во-вторых, опасения вызывают сами работы. В частности, старые денежные знаки, которые, уверены жители, черные копатели не утилизируют должным образом, а просто бросят в лесу. Вредные вещества попадут в почву, грунтовые воды, реку Нерль. Это может нанести непоправимый ущерб экологии и не только нашего региона. Эти денежные знаки попадут со стопроцентной вероятностью, то есть как бы вот в лес, в лес, да, и весной, весной, то есть как бы они будут смыты. Здесь большие паводковые воды от речки Нерль, от реки Нерль. И весной они будут смыты, а также будут смыты некие фрагменты, то есть, ну, никто же здесь не мерил, да, возможно, здесь радиация есть, то есть, возможно, здесь была утечка топлива, то есть никто это ничего не проверял. Владимир забирает с реки Нерль. У них часть за Судогодском районе, у них забурены скважины, часть артезианской воды идет, а часть нельской воды они забирают. Этого допускать нельзя. Таких товарищей надо гнать в три шеи отсюда. Экскаватора, как мы говорили, на месте раскопок не было, зато на въезде в лес уже стоит кран и несколько рабочих. Среди них оказался и главный охотник за металлом. Без малейших колебаний мужчина представился, Сергей Несветов, предприниматель из Владимира. Честно признаются, из-под земли хочет достать отсекатель и сдать его за хорошую сумму. Наши вопросы его смутили, ведь за раскопками не видят ничего плохого. Поясняет, земля принадлежит Минобороне. По документам этого имущества ракет на шахты вообще нет в природе. Поэтому никому и никакого вреда он не наносит. Я плодородный слой не нарушаю, там ПГС, песок. То есть плодородный слой я не нарушил. После себя я закапываю. То есть вы это все уберете? Однозначно. А если там вот эти вот деньги, вот это вот все бумажное? А? Деньги вот эти вот все там, четвертая опасность? Все обратно уйдет. Сельскую дорогу, говорит мужчина, техника никак не испортила. А в советских купюрах не видит ничего опасного. В этом деле у него большой опыт, ведь он уже вскрывал несколько ракетных шахт. То есть в Елховке вы же тоже вскрывали шахты? Да я. Еще где вы вскрывали? В Непотягове тоже вскрывали шахты? Нет, в Непотягове нет. Где вы вскрывали еще шахты? В Ильинском районе. В Ильинском районе тоже вскрывали шахты? То есть никаких разрешений, ничего на эту документацию не получали, просто спокойно приезжали и делали? И никто вам потом ничего не выписывал, ни штрафы никакие? Пять тысяч. И все? Напомним, в 2018 году мы уже снимали репортаж про охотников за металлами, как раз в Ильинском районе. Тогда организатор раскопок тоже представился бизнесменом из Владимира. Уверял, делает доброе дело, выкупает шахты за 300 тысяч рублей и проводит рекультивацию. Штраф в пять тысяч за работы, проводимое без разрешения. Это максимум, что может сделать администрация, пока не будет установлен собственник участка. Хотя были суммы и крупнее. Так, штрафом в 140 тысяч рублей наказали фирму Фобус за то, что она загрязнила советскими деньгами 2,5 гектара земли. Московские мародеры рыли шахты в Непотягове Гаврилово-Пасадского района. Однако, насколько ничтожны суммы штрафа в сравнении с тем, как обогатятся копатели? Сейчас жители деревень Гаврилово-Пасадского района направили обращение в полицию, прокуратуру, местную администрацию и приемную губернатора. Между тем, после нашего отъезда копатели продолжили свое дело. Пригнали котловану кран, правда, уже под покровом ночи. Алина Марчева, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Все больше жителей Ивановской области открывают свое дело. Сейчас в регионе более 40 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. И в последние два года их число только растет. Власти связывают это с действующими мерами поддержки предпринимательства. Татьяна Прокопенко расскажет о них подробнее, а также об уникальной специфике экономики региона. С уникальной специфики и начнем. Ее часто упоминают на различных форумах губернатор. Ведущий роль в регионе принадлежит именно малому и среднему бизнесу. Он составляет почти 36% в губернской экономике. Основа жизни в малых городах это экономика. Это предпринимательство. И от вашего успеха, от всех присутствующих здесь, зависит успех и качество жизни в наших малых городах. Шуйская сыроварня Гагаринах один из примеров успешного семейного бизнеса в малом городе. Это и ремесленное производство, и музей, и кафе. Только в прошлом году тут побывали около трех с половиной тысяч туристов и местных жителей. Посетители смотрят, как варят сыры, и тут же в дегустационном зале пробуют их, пьют чай. Мы понимаем, что в Шуе никогда не было сыроварня. Здесь были мыловарни. Но если, например, мы немножечко пофантазируем, мы так подумали, что если мы немножко пофантазируем, вот как бы выглядела бы сыроварня в начале 20 века. Последние два года желающих открыть свой бизнес в регионе стало больше. Это может быть связано и с принятыми ранее мерами поддержки. К примеру, до января 2026 года были снижены налоговые ставки для тех, кто использует упрощенный режим налогообложения. При этом поступление в региональный бюджет лишь выросло. По росту налогов тех предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения, рост в этом году к прошлому превысил полтора раза. Вот это оперативные данные за 9 месяцев. Этот рост, понятно, что он есть по всей России, но темпы нашего роста существенно превышают вообще российские темпы. В качестве мероподдержки в регионе также были установлены понижающие коэффициенты тем, кто пользуется патентной системой и уменьшен размер налога на 40% для предпринимателей в районах. До будущего года продлялись налоговые каникулы новичкам в бизнесе, использующим определенные режимы налогообложения и работающим в производственной, социальной, научной и бытовой сферах. Обо всех мерах поддержки всегда можно узнать в центре «Мой бизнес». Там помогут и открыть свое дело и поставить его на ноги. Так, к примеру, Илью Крючкова, вернувшегося со СВО после ранения, научили зарабатывать на хобби. Теперь любимые занятия не только радуют, но и приносят деньги. Честно, честно, подламывал ноги. Не раз. Нынче летом были такие случаи, что я просто приходил в мой бизнес, плевал на все, говорю, все, закрываю ИП, все, плюю на все, все. Ильюш, тормози, садись, будем обсуждать, будем действовать, будем придумывать, делать там, дерзать, творить. Сотрудники центра помогают предпринимателям разрабатывать бизнес-планы и программы модернизации, учат регистрировать товарные знаки, проходить сертификацию продукции, продвигать ее на маркетплейсах. Ивановский бизнес уже не один год находится в тройке лидеров по объемам онлайн-продаж после Москвы и Санкт-Петербурга. Электронные площадки наши предприниматели освоили еще в пандемию и теперь торгуют там на миллиарды рублей. Татьяна Прокопенко, телекомпания Барс. В России провели социологическое исследование и оказалось, что 46 респондентов поддерживают идею запрета пользоваться соцсетями детям до 16 лет. Люди уверены, они наносят подросткам вред и пагубно влияют на их психику. Софья Семенова пообщалась с ивановцами и узнала их мнение. Интернет детям – извечная тема для споров. В Австралии, например, власти хотят принять закон, запрещающий детям до 16 лет пользоваться интернетом. В России на эту тему провели исследование и большинство родителей поддержало запрет. Мы провели свой опрос. Как вы относитесь к тому, чтобы запретить интернет детям до 16 лет? Вы только за, вы не поверите. А почему? Почему? Ну, во-первых, это вредно и это ни к чему и это им не нужно. Это, ну, они живут там в телефоне, ну, честно, согласитесь. Смотрите, с одной стороны, пользование интернетом это, конечно, очень хорошо, особенно с точки зрения учебы. С другой стороны, в этом и есть какие-то минусы, наверное, с точки зрения социальных сетей и прочего и угрозы для детей. Не надо бы. Почему? Ну, потому что очень много и так у них ну, что можно сказать-то. Да вообще очень рано, конечно, они уже вот в интернете и все, что не нужно, они это смотрят. Не надо бы это им смотреть. Как вы относитесь к тому, чтобы детям до 16 лет запретить пользоваться интернетом? Отрицательно. Почему? В чем? Почему они не люди, что ли, такие же? Могут так же интернетом пользоваться спокойно? Согласна. Почему? Что вредного там? Во-первых, глаза портятся. Во-вторых, дети там могут найти то, что не нужно в интернете. А в-третьих, я думаю, что библиотека заменит все. Отрицательно отношусь, потому что все-таки это школьники, им нужно учиться в интернете. Есть учебная программа, так что почему бы нет? Просто нужно какие-то меры профилактики, наверное, проводить со стороны родителей учителей рассказывать, что нельзя смотреть, что можно. Ну, это весьма интересный вопрос. Ну, это в зависимости того, чтобы не сидеть все время за интернетом, за компьютером и при этом тратить время пустое. Ну, чтобы могли развиваться, ну, и смогли общаться с друзьями на улице, проводить время. Нельзя, потому что это обмен знаниями, потому что это расширение их сознания, это углубление знаний, это их специализация, это их определение самости. Вот старший ребенок у вас уже как-то пользуется интернетом? Да, конечно. А вы ограничиваете этот момент? Да, с точки зрения здоровья ограничиваем. А сколько вы позволяете? Ну, смотрите, где-то два часа пользования интернетом в плане YouTube и просмотра видеороликов. Ну, бывают выходные побольше, да. Интернет сейчас, в принципе, это очень мощная вещь. Запрещать, я считаю, что не нужно. Нужно ограничивать и делать это в разумных пределах. То есть, если бы предложили, допустим, такой закон, да, принять в России, потому что в Австралии его собираются уже принять, кстати, вы бы проголосовали против? С поправками. Негативно. Негативно, максимально. Почему? Мы отупеем. Потому что, как еще познавать этот мир? Не только же, из книжек. И сейчас большинство очень социальные сети используют дети. Ну, представьте, что такое произошло. Мы бы разработали новый интернет. На этом все. Следующие итоги подведем в следующую субботу. Предлагайте нам свои темы, рассказывайте о проблемах, записывайте видео и присылайте на Барс в любом мессенджере. Смотрите наши новости на сайте Иванова Ньюс и во всех соцсетях. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин